Полоса препятствий на кону жизнь, а все ради нескольких сэкономленных минут. В районе платформы Отрадная в Одинцово проходит сразу несколько народных троп. Это при том, что санкционированный переход буквально в нескольких десятках метров. Если сделаем татуар, будете там ходить? Ну, у нас много здесь. У нас не у всех машинок есть. У внуков возить или там садик. Так рискуете жизнью? Рискуем. А на вас смотрят дети и молодежь? Они все в телефонах, наушниках и потом смертность. А сейчас, когда здесь закрыли нам дорогу? С забором, да. Бегут все парень, то там, то там. Еще хуже стало. Нарушители поневоле. Чтобы перейти железнодорожные пути в положенном месте, нужно преодолеть участок дороги с оживленным движением. Тротуара нет, а значит и здесь придется рисковать. Вот пешеходы и выбирают маршрут покороче. Мы, анализируя причины создания несанкционированных переходов, должны, конечно, четко понимать, что нужно благоустроить для того, чтобы жителям было удобно ходить там, где это предусмотрено. Только в районе платформы Отрадная два опасных для пешеходов участка. Всего их в Одинцовском округе 66. 15 уже удалось ликвидировать. Что делать с остальными, решит комиссия по безопасности дорожного движения. Наша цель создать такие мероприятия, реализовать такой план, возможно, масштабный план на все участки, чтобы смертность была ноль. Этим как раз мы и занимаемся. Будем объезжать каждый день, объезжать вот такие участки, где нужны какие-то серьезные вложения и сложные решения. За полгода под колесами поезда в Одинцовском округе погибли 6 человек. Как не допустить новой трагедии, члены комиссии по безопасности дорожного движения обсудят уже в ближайшее время. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.